Этот бюджет имеет абсолютно разрушительный характер для нашей страны. В нем заложено продолжение той же самой политики, которая привела к глубочайшему экономическому и социальному кризису нашей страны. То есть правительство демонстрирует свою полную неспособность увеличить доходную часть бюджета, и оно идет по линии сокращения расходной части бюджета. При этом основные сокращения касаются социальных сфер жизни страны. С одной стороны, они говорят, что социальные обязательства государства будут выполняться, с другой стороны, сокращение части бюджета на здравоохранение, чуть ли не 30%, это абсолютно преступное, на мой взгляд, деяние. То есть у нас и так большая часть населенных пунктов нашей страны нет элементарного доступа к медицинской помощи. А сейчас произойдет дальнейшее сокращение государственного финансирования системы здравоохранения. То есть в Конституции записано одно, что народ России имеет право на бесплатное образование и бесплатное здравоохранение. На самом деле тенденция такая, что за счет сокращения бюджетных расходов, скажем, на здравоохранение и на образование, идет дальнейшая коммерциализация здравоохранения и образования. И это касается практически любой отрасли жизни страны. Везде идут сокращения. Даже заявляют о том, что не будет тронута священная корова в оборонные расходы, и те сокращают на 6%. Это показывает абсолютную неспособность государства наполнить государственный бюджет. Почему? Потому что изначально неверно, порочно экономическая стратегия государства. Вот как 25 лет назад встали на путь сырьевого развития, превращения себя в сырьевую полуколонию зарубежных государств, так мы на этой стезе и стоим. Но если некоторое время назад, скажем, 15 лет назад цены на нефть неуклонно росли и достигли трехзначной цифры, то сегодня они свалились до 40-45 долларов за баррель. И выяснилось, что король-то голый, выяснилась абсолютная неспособность правительства наполнять бюджет в условиях падения мировых цен на нефть. То есть оно практически некомпетентно. Я хотел бы этот факт подчеркнуть. Оно не справляется с управлением государства. И плюс ко всему оно еще и воровато. Вот этот вчерашний арест министра экономического развития Российской Федерации. По обвинениям во взятке показывает, что оно не только некомпетентно, оно еще насквозь пронизано коррупцией. Если бы речь шла только об одном и господине Улюкаеве, ну как отдельный случай, то еще куда речь не шла. Но если посмотреть в интернет-сообщество, мы обнаружим фактически против любого министра экономического блока, выдвигаясь обвинения в коррупции. То есть самая большая беда и самый большой кризис в нашем государстве, он не экономический, не политический. Это кризис системы государственного управления. И вот нынешний провальный, литургический, как его правильно назвал Геннадий Андреевич Юганов, бюджет означает полную неспособность правящей группировки справиться с управлением нашего государства. Это бюджет разрушения нашего государства. Как ни странно, нас должны побудить к некоторым переосмыслению некоторых реалий результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Ведь там господин Трамп пришел к власти не потому, что он член клуба миллиардеров, а потому что он высказывал идеи, созвучные настроением подавляющей большинства населения. Народ пришел на выборы, народ поддержал Трампа. И он опрокинул эту самую правящую элиту. То есть у нас все были абсолютно уверены, все социологи, политологи, они говорили, что победит Клинтон, потому что там сработают деньги и административный ресурс. Не сработал административный ресурс. То есть в таких условиях, когда есть хотя бы зачатки демократии, есть возможность изменить положение дел через систему голосования. Но если наша власть упорно отказывает нашему народу вправе на подлинное воле изъявления через систему фальсификации и манипуляций, тогда возникают другие варианты изменения создавшегося положения. Мы хорошо знаем эти варианты и вся история человечества наполнена этим вариантами. То есть когда правящая верхушка заваривает предохранительные клапаны парового котла, законы физики срабатывают и законы политики тоже срабатывают. Паровой котел взрывается и общество, когда оно лишено права на высказывание своего несогласия с курсом правящей верхушки, оно тоже взрывается. И нынешняя правящая верхушка должна глубоко подумать над тем, что происходит. Потому что нынешний государственный бюджет, он как раз ведет к социальным потрясениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова